Добрый день дорогие друзья, меня зовут Анадолий и вместе с вами сегодня я хотел бы коснуться такой темы, как наказание Это слово означает действие, как духовное, так и физическое И наказание происходит по отношению ко всему живому Это к природе, животным и людям И люди чаще всего наказывают природу осквернением То есть они ее загрязняют, пачкают, используют не во благо А во зло И то же самое происходит по отношению к животным Они уничтожают животных и иногда ради забавы И что говорит тогда по отношению людей друг к другу? Войны, издевательства, они повсеместны И повод всегда найдется, это может быть традиция, это может быть религия Это может быть другой цвет кожи Или какие-то свои непонятные идеи И поэтому наказание происходит от Бога Это тоже есть От врага, от сатаны И от самих людей И наказание может быть как возмездие Может быть как наказание за преступление Наказание как ошибка И наказание как неподчинение А также просто желание оскорбить кого-либо Криминальное направление наказания И бывают наказания умышленные и неумышленные Справедливые и несправедливые Бывают чрезмерные и легкие Бывают индивидуальные Бывают наказания групповые И Библия нам указывает на то Что наказание, оно необходимо для людей И я приведу только два стиха Первое это послание к ИВМ апостола Павла 12 глава 6 стихом И там стоит коротко и ясно Не пренебрегай наказание Господне Ибо кого Бог любит, того Он и наказывает И второй стих это притчи Третье, одиннадцатым стихом Там стоит следующее Наказание Господне, сын мой, не отвергай И цель наказания у Бога и у людей Она совершенно разная Когда Бог наказывает, Он хочет, чтобы человек боялся Бога Ибо нарушая заповеди Бога, если человек не боится Он потеряет самое ценное, свою душу И Бог наказывает, Он хочет, чтобы человек исправился И наказание всегда бывает справедливым, точным и адекватным Оно не бывает чрезмерным И осознание своей вины приходит По желанию Бога к этому человеку И цель наказания у людей совершенно не та И чаще всего она бывает неверная И это бывает поломать человека Запугать его Также унизить его И рассуждая на эту тему, очень важно осознавать Что наказание человеческое и Божие Это совершенно разные вещи И Бог, который знает начало и конец каждого человека Он еще является справедливым Отцом И поэтому необходимо помнить о том, что наказание Господне Мы не должны отвергать Просуждайте на эту тему А я желаю вам Божьей милости и благодати До свидания